Продолжение следует... Здравствуйте! В эфире «Время Татнефти». Я Эдуард Прокопьев. В этом выпуске мы расскажем вам о самых значимых событиях минувшей недели из жизни компании и нефтяного региона. Смотрите сегодня. Экономическая устойчивость при сокращении добычи нефти. «Татнефть» подвела итоги года на собрании трудового коллектива. Там же подписали новый коллективный договор. Нефтяники-строители отмечают юбилеем. Какие проекты они реализовали за эти 10 лет? Пеший марафон. Куда и зачем отправились ветераны шинного производства? Нефтяники подвели итоги 2020 года и наметили план на ближайший год. В собрании трудового коллектива приняли участие более 200 делегатов. Обсудили самый широкий спектр вопросов. От стратегических задач компании до реализации социальной и молодежной политики. Несмотря на пандемию и ограничения добычи нефти, компании в 2020 году удалось мобилизовать свои ресурсы, заявил генеральный директор Наиль Маганов в своем выступлении. Экономическую устойчивость «Татнефть» обеспечила нефтепереработка. Компании удалось реализовать более 5 миллионов тонн нефтепродуктов. Единственная компания в России, которая не только не уронила свои объемы, но еще и нарастила их в прошлом году. Не менее успешным оказался год и для бизнес-направлений. Сеть АЗС продолжает расширяться. Положительную динамику показывает шинный бизнес. А для предприятия «Тольятти Каучук» первый год в составе «Татнефти» и вовсе стал рекордным по производительности за последние 12 лет. Генеральный директор поблагодарил всех, кто в этот непростой год самоотверженно трудился на производстве. Ни на один день, ни на одну секунду мы не остановили ни одного нашего предприятия, ни выработку электридной подачи тепла, ни воду, ни моторное топливо. Ребята уходили, проявляли по-настоящему героизм, уходили в наказательное положение, отрывались от своих семей для того, чтобы выполнить свой профессиональный долг. С честью, с достоинством. Отметила работу «Татнефти» в период пандемии и специальный гость конференции, председатель Федерации профсоюзов Республики Татарстан Елена Кузьмичева. 2020 год стал вызовом и для профсоюзной организации. Мы своевременно отреагировали сразу на первые признаки, и все было сделано для того, чтобы сохранить здоровье людей, их работоспособность, и чтобы они максимум вложились и выполняли ту задачу, которая перед ними стоит. И результаты вы видите, что новый коллективный договор, он же обоснован на труде людей, которые в 2020 году вложили, и он сегодня увеличенный и отвечает требованиям сегодняшнего дня. Продолжая выступление, Наил Маганов отметил также успехи «Татнефти» в энергосбережении, рассказал о цифровизации производственных процессов и инвестициях в инновации. В минувшем году они составили более 2 миллиардов рублей. Приоритетными для компании по-прежнему остаются вопросы экологии и безопасности на производстве. Подробнее об этом в своем докладе рассказал заместитель генерального директора по правительственной безопасности, охране труда и экологии Азад Хабиб Рахманов. В частности, он напомнил о присоединении компании к глобальному договору ООН, в рамках которого «Татнефть» намерена снижать углеродный след. Группа «Татнефть» объявила о достижении углеродной нейтральности к 1950 году и в прошедшем году начата реализация программы и мероприятия по снижению прямых и косвенных энергетических выбросов парниковых газов. На базе уже существующих технологий мы с вами за год сократили прямых выбросов на 85,3 тысяч тонн и косвенных на 111 тысяч тонн СО2 эквивалента. В прошлом году компании было высажено около 2 миллионов деревьев в регионе своей деятельности. В этом году планируется высадить еще, как минимум, вдвое больше. Ну и, конечно же, нефтяники продолжат активно участвовать в социальной жизни всего Юго-Востока республики. После конференции Наиль Маганов пообщался с журналистами. Их интересовали самые разные темы. От выступления Акбарса в плей-офф, КХЛ до социальных проектов. Глава компании рассказал о планах Татнефти, запуске в 2022 году, завода Шин в Казахстане и возобновлении добычи нефти в Ливии. Меняющиеся цены на черное золото никак на инвестиционные политики компании не отразятся, заверил генеральный директор. Также на конференции подписали коллективный договор компании Татнефть на 2021 год. Завершилось собрание трудового коллектива награждением отличившихся работников. В этом году юбилей отмечают те, благодаря кому компания Татнефть расширяется в прямом смысле слова. И упомянутый уже завод Шин в Казахстане, и новые установки на Танека, все это строится силами управления по реализации проектов строительства. В этом году ему исполняется 10 лет. О том, чем занимается управление, и с какими результатами оно подошло к знаменательной дате, расскажет наш корреспондент. Чтобы понять масштаб работы управления по реализации проектов строительства, достаточно взглянуть на нефтеперерабатывающий комплекс Танека. Его появление было бы невозможно без управления. В настоящее время здесь подходит к завершению строительства установки каталитического крекинга под длительным контролем специалистов УРПС. Все проекты, которые мы здесь реализуем, на проектах УРПС, не могут быть реализованы одним человеком. Это работа всего сплоченного коллектива нашего УРПС. В коллективе порядка 400 человек. Наш коллектив расположен территориально в разных местах. В основном дислоцируется там, где сейчас реализуются крупные проекты строительства. В данном случае это Нижнекамск. Мы также представлены в Альмитевске на территории УТНГП. Там сейчас ведем наши проекты. Ранее это было Шальчинское месторождение сверхвязких нефтей. Там мы тоже принимали участие в реализации проекта об устройстве месторождений. Специалисты управления занимаются тем, что выбирают проекты института и подрядчиков, контролируют процесс строительства и проводят пусконаладочные работы после того, как строительство очередной установки на заводе завершается. Но в копилке больших проектов управления не только стройка на ТАНЭКО. Силами УРПС ведутся строительные работы на территории Минибаевского газоперерабатывающего завода. Подключение шинного завода к сетям Нижнекамской ТЭЦ. Есть проекты даже за пределами России. Это строительство шинного завода в Казахстане, в городе Сарань, где УРПС поручили выступать, так сказать, ну, во-первых, и специалист по управлению проектов с УРПС, а также отвечать за проектирование, за стройку и за пусконаладку данного проекта. С начала работы управления количество генподрядчиков увеличилось с 1 до 12, а общее количество людей, вовлеченных в проекты, на сегодня достигает порядка 10 тысяч. Работа строителей непростая, местами даже очень сложная. Круглые сутки в любых погодных условиях с максимальной точностью и вниманием. Чтобы выдержать такое напряжение, нужны большие запасы сил и нервов, говорят специалисты управления. Но всё компенсирует результат. Выполненная работа. Ты идёшь от установки к установке, они все по-своему разные, объёмы по-своему, тут больше металла, тут бетона, тут больше трубы. То есть, и вот каждый день ты вот этим всем увлекаешься, и, ну, вот это приносит, ну, неописуемое удовольствие, когда ты стоишь на сдаточном объекте, и, ну, ты понимаешь, что как ты пришёл здесь, там, в поле, да, и как вот ты стоишь на пуске данного объекта, то есть это, ну, неописуемый бред. Нефтянки Татарстана тем временем готовятся к весеннему паводку. Причём эта работа ведётся не только весной, а на протяжении всего года. Мы побывали на Карабашских гидротехнических сооружениях и узнали, как там готовятся к половодию. Работа по подготовке к паводку начинается ещё с осени. Водолазы обследовали подводный грунт, дно водохранилища неподалёку от водоспуска, очистили от веток и небольших брёвен. Шандоры и другие механизмы плотины в рабочем состоянии. Когда среднесуточная температура перейдёт за нулевую отметку, на плотине будет вестись круглосуточное дежурство. На сегодняшний день уровень воды в водохранилище составляет 135,95 по балтийской системе мер, что на 75 сантиметров выше нижней точки, до которого происходит весеннее поражение водохранилища. При отметке 135,2 водохранилище сможет принять в себя 10 миллионов кубов до уровня берегового водосброса и 20 миллионов до отметки нормального подпорного уровня, который мы поддерживаем в течение летнего периода. Карабашское водохранилище является крупнейшим водоёмом юго-востока Татарстана, но в его бассейн попадает далеко не вся талая вода. Поэтому в компании ежегодно разрабатывается план противопаводковых мероприятий по всей территории деятельности Татнефти. Создаются аварийные бригады, укомплектованные всем необходимым оборудованием и техникой для работы в труднодоступных местах. К другим темам. Погрузиться в профессию максимально помогают профориентационные мероприятия в Альметьевском государственном нефтяном институте, который проводится ежедневно и в течение всего года. Так, недавно в огне завершилась профильная олимпиада для студентов, техникумов и колледжей. В научной встрече участие приняли более 300 учащихся из организации среднего профессионального образования Республики Татарстан и Башкортостан. Олимпиада позволяет студентам не только получить привилегии для поступления, но и максимально погрузиться в практику будущей специальности. Это кейсовый формат, это формат, в котором позволительно им осуществлять и позволять использовать свои компетенции в рамках реализации кейсовых задач. Это те знания, которые они получили в рамках своих образовательных программ в техникумах. И, конечно же, нам очень важно увидеть при реализации кейсовых задач у ребят, насколько они с этими задачами справляются. То есть это возможность окунуть их в ту среду, которая в дальнейшем будет присутствовать в нашем вузе в том числе. Олимпиада огни для студентов профильных техникумов и колледжей проводится в рамках республиканских мероприятий научно-образовательного кластера по подготовке кадров для нефтегазовой отрасли Татарстана. Мероприятие проходит в два этапа – отборочный и финальный тур по четырем направлениям. Нефтегазовое дело, технологические машины и оборудование, автоматизация технологических процессов и производств, электроэнергетика и электротехника. Эта олимпиада проходит по моему профилю, по автоматизации технологических процессов и производств. Во-первых, в ней участвует большинство моих однокрупников. Нам интересно, потому что мы получаем какой-то новый навык. Во-вторых, мы думаем поступать в огни. И это дает нам большое преимущество. В прошлом году из-за пандемии институт проводил эту олимпиаду полностью в заочном формате. Студентам предлагали решать инженерные кейсы, не покидая своих городов и учебных заведений. Этой весной институт смог провести финальный этап мероприятия в стенах огни, что порадовало как студентов техникумов, так и преподавателей. На этот раз организаторы приготовили для участников не только интересные теоретические задания, но и предложили порешать задачки в научно-исследовательских и производственных лабораториях огни. Нам необходимо оценить в умении студентов не только рассчитать параметры сети, но и собрать определенную цель. Здесь непосредственно они определяют и погрешности в расшитках, здесь же они могут погрешности в измерениях. Определить и собрать схему. Непосредственно сейчас ребята собирают схему, они должны из однофазных трансформаторов в трехфазный составить, подключить его к сети и на него нагрузку подключить. Данная Олимпиада является одной из ступенек в их развитии, я думаю, платформой, которая может стать началом их студенческой жизни в огне, потому что эта Олимпиада является прекрасным подспорьем для выпускников учреждений среднепрофессионального образования при поступлении в огне. Например, студенты направления электроэнергетика и электротехника в специальном классе для практических занятий проводили испытания на лабораторных стендах. Будущим электрикам необходимо было собрать из трех однофазных трансформаторов один трехфазный, а затем подключить его. У нас такого, допустим, техника нету, есть так много всего такого оборудования, которое как раз-таки находится на передовом уровне, так сказать. Поэтому очень интересная Олимпиада. Победители определят уже 26 марта. Лучшие получат рекомендации для поступления в огне. Награждение запланировано на 3 апреля 2021 года. Участвуют в Олимпиадах огни и школьники. В эти выходные в институте наградили победителей межрегиональной предметной Олимпиады. В ней принимали участие школьники 7-11 классов. Мы пообщались с победителями, узнали о том, как они готовились к Олимпиаде и чем хотят заниматься в будущем. Более 800 школьников не только Татарстана, но и других субъектов России приняли участие в Олимпиаде. Сначала прошел онлайн-этап. Затем 156 учеников приняли участие уже в очном финале Олимпиады. Всего шесть направлений – математика, физика, геология, информатика, английский язык и история. Поздравили победителей начальника управления по работе с персоналом компании «Татнефть» Андрей Глазков и исполняющий обязанности ректора «Огни» Александр Дьяконов. Награды получили десятки школьников, занявшие призовые места, а также победители Олимпиады. Один из них – Булат Бадырдинов, ученик Шугуровской школы Лениногорского района. Я до этого много участвовала в разных Олимпиадах, и тут мне учитель предложил участвовать именно в геологии. Сначала я не понимал, что это такое, но он мне сказал, что можно подготовиться. Я начал изучать, мне стало интересно, и я в это дело втянулся. А потом втянул и свою сестру. Теперь они оба победители Олимпиады по геологии. Уникальный случай для Олимпиады – четырехклассник Амир, ставший победителем среди седьмых классов по английскому языку. Юный Вундеркин признается, что изучал язык, читая книги и играя в компьютерные игры. Я хочу стать программистом в Роблоксе, сделать хорошие игры и заработать от этого деньги. Не было равных в английском и еще одной ученицы первой гимназии города Альметьевска – Динари Зариповой. Английский она изучает вместе с репетитором с пятилетнего возраста, то есть практически большую часть своей жизни. Сейчас ей 13. Увидите какие-то планы на будущее, связанные с языками? Ну, я еще не решила, кем я буду, но если я буду жить за границей, английский мне поможет. Что же касается будущей профессии, то Динара видит себя филинологом, специалистом по кошкам. Не менее талантливые герои нашего следующего сюжета – фестиваль детского и инушеского творчества «Страна поющего соловья» программы «Рухияд» благотворительного фонда «Тайтнефть» продолжает финальные туры. Побороться за награды конкурса в Альметьевске накануне съехались танцевальные коллективы из 15 населенных пунктов нефтяного региона республики. Вот уже 24 года фестиваль программы «Рухияд» благотворительного фонда «Тайтнефть» помогает талантливым детям развивать творческие способности и дает возможность показать свое мастерство на сцене. За эти годы тысячи детей приняли участие в конкурсе. Многие стали лауреатами, призерами фестиваля, поступили в учебные заведения культуры и искусства. «Сегодня я увидел очень хороший потенциал, и номера, и дети. Они были одухотворенные, они были заряжены. И просто я был, мягко говоря, потрясен. Правда, очень хорошим уровнем. Детки просто замечательные». Региональный фестиваль детского творчества «Страна поющего соловья» удивил своими талантами и в нынешнем году. На этот раз в конкурсе участие приняли 62 коллектива. Это свыше тысячи ребят. Как отмечают члены жюри, каждый номер достоин высшей оценки с точки зрения мастерства, эмоциональной составляющей и артистичности. «Мне нравятся композиционно выстроенные номера. То есть мы отходим от общих шаблонов линейности, что было в первые годы очень сильно. То есть сейчас композиционно очень хорошо выстраиваются. Вероятнее всего и педагоги уже получают нужный заряд информации. Они уже друг у друга учатся, как выстраивать номера группами, синхрон, редкий синхрон. Возможно, это канонность какая-то. Но то есть хореография идет вперед». Физическая форма, то есть качество исполнения, которое могли ребята поддерживать, удержали то качество своих. И, конечно же, это внутреннее состояние, которое ребята должны были донести в том или ином номере, в том или ином характере, создаваемом на сцене образа. То есть две составляющие. Нет одной, потому что я считаю, что внутренний образ и техника исполнения пластика все-таки это одно единое целое. Компания «Тоднефть» всегда уделяет особое внимание духовному развитию и духовному обогащению детей. В очередной раз организаторы смогли создать атмосферу дружелюбия, доброжелательности и взаимопонимания. Это наши мастер-классы, которые смотрим ошибки, что-то очень хорошее и на этом учимся. Это такая же учеба у нас. Стараемся стремиться к коллективам, которые уже более на высоком уровне. Это прежде всего движение вперед. Такой, знаете, такой волшебный толчок для нас. Нам хочется стремиться к чему-то. И для нас это огромный стимул, чтобы двигаться вперед, чтобы достигать какие-то результаты в хореографии. И нам нравится этот конкурс. Мы бы хотели, конечно, участвовать. Фестиваль – это созвездие талантов. Гордость родителей, успех детей и их руководителей. Гала-концерт фестиваля запланирован на 3 апреля. Перемещаемся в Нижнекамск. Там пешим марафоном встретили весну ветераны-шинники. На днях Совет ветеранов предприятий шинного бизнеса Каматайрес организовал для них скандинавскую прогулку. Непростой маршрут преодолела и наша съемочная группа. Ветеранская организация шинников объединяет более 7 тысяч работников, вышедших на пенсию. Но из-за ограничений, вызванных пандемией, принять участие в марафоне смогли только 40 человек. Вооружившись скандинавскими палками, они стартовали из парка «Солнечная поляна» в Нижнекамске. У многих уже есть опыт скандинавской ходьбы. В санатории инструктор объяснял левая рука, правая нога и быстрая ходьба. Очень нравится, заряд энергии. Быть стариками трудно научиться, не каждый стариками может быть. Для меня это движение, здоровье, радость и общение, и друзья. Финишировали нестареющие шинники на базе отдыха «Алмаш» возле Красного Ключа. Примерно за час с бодрым шагом ветераны преодолели более двух километров. Все в прекрасном настроении. Ведь это не только спортивная ходьба, но и возможность, наконец, встретиться, поговорить и просто весело провести время. Сегодня они с удовольствием и пообщались, бывшие коллеги встретились, обменялись какой-то наверняка для них полезной информацией. В связи с предстоящими дачными работами всегда найдется общая тема для разговора. Я думаю, все довольны. На самом деле, конечно, ветераны наши не стареют, и это касается не только производственников. На днях свой юбилей отметила выдающийся педагог, почетный гражданин Ольвеческа Леокадия Садчикова. В лице номер 2 ее поздравили ученики, коллеги и представители Татнефти. Леокадия Садчикова родилась в 1951 году в деревне Старая Письмянка Лениногорского района. Отец Александр Садчиков был фронтовиком в ходе первых оборонительных боев Сталинграда, получил тяжелое ранение. А после войны поступил в Саратовский университет на геологический факультет. Работал геологом, а после геологом-нефтяником. Моя мама закончила университет во Львове. Она тоже геолог, но она геолог-минералолог. Как признается Леокадия Александровна, родители хотели, чтобы их дочь продолжила геологическое дело. Однако у Леокадии Садчиковой были немного другие взгляды на жизнь. Меня больше увлекала работа с детьми. Я как-то всю свою школьную жизнь тоже стремилась к этой работе. И с младшими школьниками занималась. И всевозможные общественные мероприятия возглавляла. Была и секретарем тогда в ту пору комсомольской организации, школы, и учебным сектором. В общем, все какие на подхвате были должности, почти все прошли через меня. Поступив в Московский государственный педагогический институт на математический факультет, Леокадия Александровна параллельно трудилась в подшефном детском доме. Хотелось остаться там работать, безусловно. Но, опять же, распределение в ту пору было. И по распределению я должна была куда-то направиться. По распределению мне предлагали, поскольку математический факультет. И когда я заканчивала институт, у нас в институте были очень хорошие электронно-вычислительные машины. В ту пору огромный Минск, полный подвал занимали. Начала свою преподавательскую деятельность Леокадия Сачикова в 12-й школе. А после рождения первого ребенка устроилась в пятую школу, где училась в свое время. Однако вскоре поступило предложение стать заучем 18-й школы. Именно здесь наша героиня прошла путь в целых 15 лет. И именно тут заложилось начало углубленного математического и химического образования. А продолжить развивать это направление удалось уже в нынешнем лицее номер 2 на должности директора. Первый же год мы заняли прям призовые места по очень многим показателям, потому что очень удачное время мы попали. Мы могли творить, что мы хотели. И у нас было очень много своих каких-то начинаний на благо детей, что им стало интересно здесь жить. Первый же год у нас образовался и хореографический коллектив, и театральная студия. И с этого всего началась 26-летняя история лицея номер 2. Именно благодаря Леокаде Сачиковой было посажено семьи естественно-математического образования в районе. Помимо всего этого, с 2005 года Леокадия Александровна является председателем комиссии благотворительного фонда «Одаренные дети» компании «Татнефть». За 48 лет работы в системе образования Леокадия Александровна выпустила не одно поколение. Ученики ее уважают, а коллеги ценят и помнят. Уважаемая Леокадия Александровна, поздравляем от имени себя лично и от имени всего педагогического коллектива вас с таким славным юбилеем. Желаем вам крепкого здоровья, процветания, успехов и надеемся, что мы с вами будем работать еще долгие-долгие годы. Поздравили с юбилеем Леокадию Александровну не только коллеги и ученики, а также и представители компании «Татнефть», председатель профсоюзного комитета компании Гумар Ярулин и директор благотворительного фонда «Татнефть» Ренат Мамин. От имени генерального директора компании «Татнефть», его команды, от имени всего коллектива мы вас поздравляем с днем рождения. От души поздравляем вас с вашим 18-летием. Мне посчастливилось с вами вместе работать. Повезло помогать вам развивать, находить талантливых детей, помогать им развивать их. Помимо этого Леокадию Сачикову наградили почетной грамотой за большой вклад в укрепление и развитие сферы образования Республики Татарстан и активное участие в организации проекта компании «Татнефть». Такая доза внимания мне может быть даже сегодня и не настолько еще посильно. Это все еще предстоит переварить. Но зато это дает заряд на будущее. И хочется еще больше сделать, насколько хватит сил, насколько хватит энергии. Отметила свой юбилей и Клара Булатова. Прославленную поэтессу участвовали в районном Доме культуры из Киалмед. Как это было, смотрите далее. Почетный гражданин города, поэтесса, заслуженный работник культуры. Этот список можно продолжать еще долго. Клара Булатова внесла огромный вклад в развитие культуры в нашем городе и республике. И накануне каждый жилащий мог лично поблагодарить и поздравить именинницу с юбилеем в Доме культуры из Киалмед. Наверное, нет ни одного человека в Татарстане, который не знал бы имя Клара Булатова. С ее произведениями сменяются поколения и, в свою очередь, прививают любовь к творчеству поэтессы своим детям. Так как я работаю воспитателем в детском саду, мы всегда учим стихи Клары Булатовой. И маленькие сценки тоже ставим. Сама очень люблю произведения Клары Булатовой. На юбилейном вечере звучало множество теплых пожеланий и аплодисментов в адрес Клары Булатовой. Программа была по-настоящему уютной. Со сцены звучали стихи поэтессы, песни и танцы от танцевального ансамбля «Мириданс». На юбилейном вечере присутствовали родные, близкие и друзья поэтессы, почитатели ее творчества, художественные и литературные деятели. Они читали стихотворения собственного сочинения, а также любимые произведения авторства Клары Апы. Пели песни, делились воспоминаниями, связанными с героиней вечера. А что можете вообще сказать про творчество Клары Гарифуны? Вот так просто, наверное, уже невозможно сказать, потому что она легенда. Во-первых, татарской поэзии, можно сказать. И она живая история нашего района, нашей региона. Я очень горжусь, что моя жена писательница, и помогаю ему в его творческих трудах. И желаю ему долгих лет жизни, что мы еще прожили с ним в согласии и счастливо. Клара Апай сегодня полна энергии. И она с удовольствием наблюдала за творческим вечером, а в конце мероприятия дала ответное слово. И в завершение о спорте, а точнее о хоккее. Любители этого вида спорта продолжают пристально следить за выступлениями в плей-офф Акбарса и Альмитинского нефтяника. Красно-черные, неудачно стартовав в серии с питерским «Динамо», смогли взять реванш на чужом льду. О том, как прошла пятая игра в серии, в нашем видеообзоре. Сразу четыре заброшенные шайбы в первом периоде показали, что обе команды намерены биться до конца. Сначала вперед вышли гости, затем уже в счете вели хоккеиста нефтяника, но ушли на перерыв команды при счете 2-2. В составе красно-черных заброшенные шайбы на счету Динара Хамедульна и Ярослава Альшевского. Во втором периоде Максим Салахов вывел нефтяник вперед, но в третьем отрезке игры «Динамовцы» вновь отыгрались. В итоге судьба матча решилась в овертайме. Защитник «Динамо» Никита Ушнев принес победу своему клубу. 4-3 в пользу питерцев. Счет в серии 3-2 в пользу «Динамо». В эти дни противостояние клубов продолжится в Санкт-Петербурге. На этом у нас все. Я с вами прощаюсь. Увидимся в следующем выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok